День молодежи 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 В силу профиля нашего комитета, именно к этому празднику, наверное, мы относимся с более, так скажем, ответственностью, потому что понимаем, что это, наверное, один из немногих праздников в нашей стране, где молодежь может действительно проявить свои эмоции и чувства по отношению не только друг к другу, но и по отношению к любви к родному городу, показать, насколько они любят родной город, и показать, насколько наша молодежь действительно креативна и талантлива. И вы успеваете лично почувствовать на себе этот праздник? Это наш профессиональный праздник, скажем так, профессиональный праздник молодежи. Хотя наши более старшие товарищи не любят эту формулировку, но это действительно профессиональный праздник для самых молодых. А вот как вы считаете, кто-то из молодых людей, ну очень молодых, там 18, 19, 20 лет, помнит вообще, что День молодежи отмечают в конце июня? Вы знаете, мы ежегодно проводим социологию, и нас каждый год, не то что это удивляет, молодежь города Барнаула действительно ждет этот праздник. Потому что это же самое такое замечательное время, когда сессия уже закончилась, а впереди, грубо говоря, там, ну, кто работает в студенческих строительных отрядах, упорный труд на благо родного города и края. Те, кто еще не работает, как бы они там начинают отдыхать. То есть и вот как раз День молодежи, он приходится на последние выходные июня, как раз таки и знаменует собой череду прекрасного времени и каникул. То есть помнят. В советские времена празднование Дня молодежи было всегда очень масштабным, и потом, как вот мне кажется, этот масштаб год от года угасал. Вот я права или нет все-таки? Не соглашусь с вами. Почему? Потому что, глядя на то, как сегодня отмечается День молодежи, можно смело говорить о том, что это как минимум 8 площадок на территории города Барнаула. Это очень крупные мероприятия, которые проводятся на территории города Барнаула для молодежи. Самым таким, наверное, ярким примером, но мы на протяжении нескольких лет на центральной площади города Барнаула делали фестиваль автозвука и автотюнинга. Причем не просто фестиваль в рамках города Барнаула, это был официальный этап чемпионата России. И к нам съезжали со всего Сибирского федерального округа автолюбители. То есть этот масштаб сохраняется. Буквально завтра на площадке торгового центра Арена пройдет фестиваль автозвука и автотюнинга. Ну и, собственно говоря, с завтрашнего дня начинается череда мероприятий не только по районам города Барнаула, но и на центральных площадках, приуроченных празднованию Дня молодежи. 27 число – это среда, будний день. Будете отмечать в среду или все-таки в выходной? Ну, вообще, по постановлению правительства, если День молодежи выпадает на будний день, то проводятся официальные мероприятия, и если он выпадает, собственно говоря, на выходные, то все празднования относятся на выходные дни. 27 июня город Барнаул на центральной площадке, это на площадке опорного университета Алтайского государственного университета, будет у нас проводиться торжественное построение бойцов студенческих строительных отрядов. Мы торжественно будем вручать путевки для бойцов Барнульской городской зональной студенческой стройки. И в рамках того, что Барнульская городская зональная студенческая стройка в прошлом году была признана лучшей в стране, на открытие нашей стройки приедет самый главный стройотрядовец нашей страны – это Михаил Киселев, который будет торжественно вручать путевки и давать напутственные слова нашим юным стройотрядовцам. 30 июня что будет? Чем будете удивлять? 30 июня – это суббота. Площадкой было выбрано парк спорта Алексея Смертина. Очень разноплановые характеристики по многим направлениям. С 12 часов дня мы ждем всех молодых граждан города Барнула, а также гостей на эту площадку. Запланировано в 12 часов у нас начнется фестиваль красок. С 3 часов военно-патриотическая игра «Марш-бросок». Будут работать площадки «Патриот», будет выставка военной техники, военного вооружения, как бы современных форм, то есть все, что связано с нашей любимой российской армией. Значит, дальше у нас задействованы площадки экстремальных видов спорта. У нас также будет автозвук, автотюнинг. Первый этап отбора на «Мисс Барнаул». Безусловно, мы возрождаем уже немножко подзабытый формат «Битва диджеев». И хедлайнерами нашего мероприятия будет группа «Зизипоп», которые будут играть каверы на современную музыку, которая нравится молодежи. Но и хотелось, наверное, бы проанонсировать, впервые в городе Барнауле у нас такого еще не было. С 18 до 19.00 в парке спорта пройдет фестиваль «Сияние». Этой формы работы с молодежью еще не было, поэтому такая небольшая интрига. Приходите, будет весело, интересно. Ждем. То есть пока не будем раскрывать, что это? Не будем. В общем, все в парк «Смертина» 30 июня. Я вас поздравляю с предстоящим Днем молодежи, чтобы у вас все случилось и погода не подвела. Спасибо. Я напоминаю, что о предстоящем Дне молодежи, который будут отмечать и 27 и 30 июня в городе Барнауле, мы сегодня говорили с Владимиром Гудковым, представителем Комитета по делам молодежи администрации города Барнаула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова